Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. В Экибастузе снова зафиксирован прорыв трубопровода. Изношенные тепловые сети не выдержали давления. Ранее сообщалось, что на Экибастузской ТЭЦ запустили в работу 6 котла агрегатов. Еще 4 находятся в резерве. Температура в системе увеличилась до 75 градусов, говорят специалисты. За ночь восстановили большую часть теплоснабжения города. Без тепла остаются 5 социальных учреждений, 2 десятка юридических объектов и столько же многоэтажных жилых домов. На данный час 129 многоэтажных домов и 10 соцобъектов подключили к системе теплоснабжения. Работы идут в 17 многоэтажках и в 5 госучреждениях. Местные власти обещают полностью восстановить теплоснабжение города в ближайшие несколько часов. Напомню, ночью в Экибастузе ввели режим ЧАЭС техногенного характера. По данным Экимата, школьники и студенты учатся дистанционно, детские сады не работают. Из города эвакуировали 123 человека. 39 из них пациенты городской больницы и развернули там 12 эвакуационных пунктов. Основная проблема теплоснабжения города – это все-таки износ сетей теплоснабжения. Сотрудность составляет почти 90%. И множество порывов, которые происходят, это все вытекающие из этой проблемы вопросы. Теперь перед нами стоит глобальная задача – это вопрос модернизации непосредственно сетей. В каткосрочной перспективе мы поставили себе задачу в течение полугода провести технический аудит всех сетей теплоснабжения и непосредственно самой станции. После проведения технического аудита мы уже получим конкретные рекомендации, слабые места, так скажем, выявим. Виновных в аварии на Экибастузской ТЭЦ накажут. Соответствующее поручение дал Касым Жомар Токаев. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Джильдбай, президент с особой тревогой отреагировал на ситуацию с отсутствием тепла в городе. Местным жителям, по его словам, будет оказана помощь. Правительству и Акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать обстановку в Экибастузе. Также Касым Жомар Токаев указал на необходимость вернуть в госсобственность проблемные энергетические активы в городах страны. Из-за низкого качества управления происходят аварии и остановки подачи электричества населению. Жители Астаны и Алматы могут помочь экибастузцам теплой одеждой и обогревателями. Сделать это можно через отделение Каспочты. Собранные вещи компания за свой счет доставит в Экибастуз. Председатель правления компании Асель Жанасова объявила о сборе гуманитарной помощи. Она отметила, что казахстанцы могут приносить вещи в отделение столичной алматинской почты. Нужны отмечаются также одеяло и спальники. Школьники в семье Курчатова и учащиеся колледжей первых-вторых курсов учатся сегодня дистанционно. В области Абай термометры на отметке минус 32. В усиленном режиме работают полицейские спасатели. Накануне ночью с трассы Алматы-Усть-Каменогорск эвакуировали 40 пассажиров автобуса, выехавшего из села Акжар в Тарбагатай. Но на территории Уджарского района им понадобилась помощь. Автобус в снегу застрял. Людей доставили в ближайший населенный пункт. А в Абайском районе чуть не замерз человек, который пешком направился в село Караол зимнего отгона. А это 20 километров пути. Службы ЧАЭС обнаружили его после 8 часов поисков. С признаками обнаружения пострадавшего доставили в больницу. Касательно ситуации на трассах нашей страны. Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям. Об этом сообщили в Казавтожол. В работах по очистке снега, обработке песком, солью задействовано свыше 200 единиц спецтехники и 300 человек. Всего за выходные ограничения движения вводили более 40 раз. Дорожники оказали помощь 300 водителям, которые оказались в снежном плену. А между тем, в ряде областей Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение. Температура в некоторых регионах опустится до минус 30. В столице учащиеся начальных классов первой смены из-за непогоды занимались дистанционно. В МЧС напоминают о мерах безопасности в зимний период и просят граждан заранее планировать свои маршруты. А при плохих погодных условиях желательно отменять дальние поездки. Другие темы. Завтра, 29 ноября в 18.00 начнется выдвижение кандидатов на выборы в Сенат парламента. Об этом рассказал зампред ЦИК Константин Петров. Центр избирком утвердил календарный план выборов. Согласно документам, выдвижение завершится 14 декабря. После по графику пройдет регистрация и стартует предвыборная агитация. Напомню, ранее глава государства назначил очередные парламентские выборы на 14 января 2023 года. Выдвижение кандидатов будет идти двумя способами. Через представителей маслехатов и в порядке самовыдвижения граждан. В ЦИКе напомнили. Делиться судимостью и без высшего образования в выборах участвовать не смогут. Согласно Конституции депутатов парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и постоянно проживающий на ее территории последние 10 лет. Депутатам Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, постоянно проживающий на территории соответствующего региона не менее 3 лет. Калифорнийских червей разводит житель села Тамды Жамбулской области. С их помощью мужчины получают органическое удобрение, биогумус, которое увеличивает плодородность почвы. Начинающий бизнесмен надеется, что уже весной получит свою первую прибыль. Для улучшения плодородия почвы год назад Биржан Бабаханулы приобрел калифорнийских червей, заплатив 5000 тенге. Вскоре мужчина решил заняться их разведением. Подробную информацию о червеводстве сельчанин узнал из интернета. Оказалось, специального оборудования для размножения таких необычных домашних питомцев не требуется. Главное – достаточное количество сырья, навоза. Зимой червей держал в тепле, размножаются они интенсивно. Так один купленный квадрат превратился в 10 квадратов. Дальше больше, уже стало 300 квадратов. Земля от них становится плодородной. Производимый червями биогумус даже лучше, чем чернозем. Такое удобрение эффективнее селитры. Калифорнийских червей мужчина кормит навозом, а после они производят биогумус. Если им удобрять землю, то урожайность культур повысится в разы, говорит сельчанин. У нас открывается кооператив. Планируем сдавать туда биогумус. Так за один литр будут платить 70 тенге. Также будем продавать червей один квадратный метр около 120 тысяч тенге. Производить удобрения черви могут круглый год. Главное поддерживать температуру от 15 до 25 градусов тепла. Например, зимой важно утеплить их место обитания, не допустив промерзания почвы. Мы всегда готовы оказать содействие по развитию бизнеса и предоставлению льготного кредита. Также оказать помощь по государственному гранту. Нашему жителю, который выращивает червей, нужна теплица для расширения бизнеса. В этом случае ему будет оказана господдержка. Сельчане надеются, что люди будут покупать биогумус и выращивать сельхозпродукцию без химии. Интерес к незатратному бизнесу проявили еще четыре жителя села Тамды. Они тоже размножают червей. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Бахаджан Бапаев, Жамбулская область, Хабар, 24. 96 лет без лекарств и уколов. Пенсионерка Караганды Гадиль Бану Азнабаева лечится исключительно настоями трав, которые выращивают у себя же в огороде. Юлана Чаус, наш корреспондент, узнала некоторые секреты травницы. Алоэ на спирте и меде – биологически активная добавка собственного приготовления. Одна из тех, что помогла Гульбану Азнабаевой дожить до 96 без единого укола и таблеток. Полезные настойки, мази и отвары она готовит из всего, что растет вокруг и в своем огороде. Я не могу жить без сада. Я уйду утром, разговариваю со своими растениями, как они поживают, не засохли ли. Стараюсь вырастить все необходимые травы. Привожу из других мест то, что у нас не растет. Обеспечиваю такой уход, чтобы все не прижились. Многие растения пенсионерка привезла из своей родной Башкирии. Еще в юности поняла, что в цветах и травах не только красота, но и польза. А за многие годы увлечение лекарственной ботаникой и химией прочла сотни томов специальной литературы. Растения хорошо помогают, но главный секрет долголетия – быть постоянно в движении. У человека всегда должна быть цель что-то сделать, чего-то добиться. И это дает силы. На своих травках-муравках женщина вырастила всех своих десятерых детей, а теперь и внуков. Признается, в составлении рецептов ей помогает и основная профессия – математика. На стойках важно соблюдать точные расчеты и пропорции. В свое время, когда я работала в школе учителем, конечно, программы очень сильно поменялись. Но ничего, все же освоила и новые методики. Вот занимаемся потихоньку дома с внуками. Близкие стараются беречь опашку, чтобы отметить и столетний юбилей. Но пенсионерка не дает себе отдохнуть, выполняет всю работу по хозяйству и делится своими рецептами с односельчанами. Юлан Чаузарин Зулпухар, Хабар 24, Карагандинская область. Больше 250 солдат срочной службы приняли присягу в Таразе. На верность родине присягнули молодые воины 5-й механизированной бригады имени Бауржан Мамашила. Служить в Южный регион. Они прибыли из разных областей страны. Торжественная церемония для новобранцев впервые прошла не в воинской части, а в городском парке. Поддержать приехали их родные и близкие. До принятия присяги новобранцы прошли курс молодого бойца. Некоторые элементы строевой и огневой подготовки молодые солдаты продемонстрировали во время мероприятия. Шагать научились многим элементам, стреляли из оружия, научились быть дисциплинированным, четко все выполнять вовремя. Я считаю, что каждый мужчина должен ответственно относиться к своей родине, быть патриотом своей страны. Это были все новости к этой минуте. Эфир продолжит дневная смена. Сегодня тема изношенность казахстанских теплосетей. Напомню, наши телезрители могут также участвовать в этой программе. Для этого надо отправить свои вопросы и предложения текстовым сообщением через мессенджер WhatsApp. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!